Слава Господу! Перед нашей молитвой читаем Слово Божие. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам 5, 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы радуемся сегодня молодежи участвуют в служении и проповеди. Хотелось бы, чтобы почаще было так. Слава Богу! Новое творение, новая тварь. Вы знаете, в мире часто мы можем встретить новый человек или человек, живущий по-старому. Новая тварь. Вот, если так описать, сказать, ну, допустим, мы переведем на житейскую. Мы работаем, и когда одежда становится грязной, что мы делаем? Мы ее снимаем. Мы сняли ее, верно? Так есть. И потом взамен мы одеваем другую чистую одежду. Подобным образом происходит и с нами. Разные вот эти привычки греховные, эти мирские и так далее. Это все оставлено и облечься в то, что Бог хочет, мы облеклись. То есть в новое. И новое христианин, новое творение, оно узнается. Узнается, у него и лексикон другой, он говорит совсем по-другому, у него и лицо совсем по-другому выглядит, и одежда его выглядит по-другому совершенно. В одном из переводов прочитал, так вот это место, все древнее прошло, написано, все древние предметы прошли, и вот предметы все новые. Все новое. И есть старое творение, и когда Христос вселяется в сердце человека, является этот человек новым творением. Своего земляка Николая Водневского, был такой журнал, я родился, вернее, уже после него, там где-то 25 километров, он жил до меня. И мне было интересно его все эти биографические читать, рассказы, и в него заметка была в наши дни, такой был календарь трудной, и почитать об одном человеке, который был старой тварь, а потом стал новая тварь. И он пишет о том человеке, который был еще, ну, мирской он, тоже июнь месяц, жарко, и он подошел к водоему, предвкушая, что он искупается сейчас. Вот, и заходит в воду человек, только в разном состоянии, и прошел немножко на глубину, и что-то укололо его в ногу, и он согнулся, увидел там проволока. Взял эту проволоку, посмотрел, говорит, набросали здесь много очень, и так сразу опять бросил ее в воду. И дальше про этого человека пишется, что вот он уже христианином стал, и стоит, вернее, находится у открытого окна уходящего, отправляющегося поезда на перроне, люди провожают, и он тоже машет в окно открытое, и в руках перчатки, и вдруг поезд начинает трогаться, и перчатка одна выпала с окна у него. И он мгновенно помыслил, и сразу бросает вторую туда перчатку. Думает, может кто-нибудь возьмет, это же пригодится человеку, это две перчаточки вместе будет. Понимаете, человек поменялся, у него мышление другое, это житейские такие вот, интересно была зарисовка. В первом случае, когда старое творение, у нее реакция такая, ну разуме досталось, и тебе пусть будет. Вот это зло, вот это нехорошее. В другом случае, это же житейское, как у нас в жизни бывает. Ну хочу делать добро, хочу делать другому лучше, другому пусть будет так хорошо. Может быть, ну так получилось, перчатка эта выпала, и сразу вторую, пусть человек найдет. Может быть, незнакомый, может кто-то, а перчатки может хорошие, пусть носит, да благословит его Господь. Как в нашей жизни бывает. Два места, еще два примера с Библией мы почитаем. Как человек реагирует, когда вот новое творение, потому что старая тварь, она реагирует по-другому, чуть что резкий ответ сразу, правильно? Старое творение, если что-то не так по нему, у него гнев, у него ссоры сразу начинаются. А новое, новое она терпит, любит, благословляет. И Господь хочет, чтобы мы были таким творением, новым. Вот место Священного Писания записано про ту женщину, Хананиянку. Это Матфея 15, 25, если я сейчас открою. И там Иисус ей говорит, за то слово, что ты сказала, иди, дочь твоя здорова. А какое же она слово сказала? И какая была ситуация? И как бы человек среагировал? Как бы ты и я среагировал в той ситуации, когда Христос ей говорит, а у нее же душа болит. Она же, дочка, меня измучила. Это болезни все. И все такое, знаете, так сказать ее, Матфея 15 глава, 25 стих, даже 26. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Вы видите историю? Вот когда мы так подойдем и посмотрим, как вот новое творение отвечает. Даже когда, ну можно сказать, обидели тебя и меня. Ответит с любовью. Ответить вот. И давайте мы сегодня проверим себя. Мы сейчас пойдем на молитву. И впереди будет понедельник. И как наша реакция будет? То ли вы у менеджера будете стоять, с его партнерами живете, то вы на работе с сотрудником будете отвечать, разговаривать. А может по телефону брату или сестре позвоните. И вас как-то скажут другим словом, а вам не понравится. Какая ваша реакция будет и моя? Христос хочет, чтобы мы были новым творением. И мы поем все новое, все новое, все новое Бог дает. Да, и новый дом будет там на небесах, и новые мысли, и новое вино будем пить там вместе с Господом. Но когда? Когда мы удостоимся. Не правда ли? А если я старое творение, удостоюсь ли я быть там вместе с Господом? Это большой вопрос. Это большой вопрос. И еще одно напомним место Слова Божия, когда Анна, она пришла в храм, и священник Илья, или еще я пьяную. Вы знаете эту историю? Она часто тоже читается. И какая реакция была Анны, когда он к ней обратился? Это 1 Царство 1,14. И новое творение, оно без гнева, зла говорит, нет, я скорбящая. И священник благословил ее. И священник благословил ее. Друзья, как в нашей жизни? Если мы новое творение, давайте мы будем и мыслить по-новому, и будем наши дела творить, такие, которые желает Христос. Матфея 5,40. А кто захочет судиться с тобой и взять рубашку у тебя, что говорится? Не отдавай ему. Дай ему сдачи. Что говорится? Отдай ему и другую. Слава Господу. Слава Господу. И многие люди, когда шли за Христом, они видели это учение, они говорили, хорошее учение, но трудно исполнить. Славянская церковь Троицы. Трудно исполнить или нет? Братья и сестры. Да поможет Господь нам. Так быть. И прежде мне, который говорит эти слова. Потому узнают все, что вы мои ученики. Платочек и длинное платье еще не все, не показатель. Друзья, это еще не показатель. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь, что? Ученики те, которые любого между собой имеют. И сразу увидят. И сразу увидят. Знаете, у нас соседка работает в офисе школы. Они говорят, я видела, подъезжают и наши христианки. И говорят, когда в машине кто-то дальше не проехал, детей выгружать. Знаете, в остальных школах. Так нехорошо ведут себя. Одна зашла даже в офис. Ей сказали, снимите платочек, он вам не подходит. Вы же ведете себя не так, как надо. Поэтому я что говорю о том, что когда увидят любовь между вами, тогда поймут, что вы ученики мои. Когда мы отвечаем с кротостью, когда с смирением. Смирение и кротость. Вот характеристика новой твари, нового творения. Слава Иисусу! И новое творение, оно всегда реагирует правильно. Оно правильно. И если по-прежнему тебя влекут друг, сидящий на этом месте, к старому, и ты говоришь, что ты новое творение, ты обманываешь себя. Ты не получил рождение свыше. Это так не может быть. Так не может быть. Кто уверил во Христа, тот сделался другим созданием и стал новой тварью. И так мы не должны жить по-старому. Слава Богу! Мы нацелены на новое. И однажды я говорил, свидетельство за нашего пастора, который при Балтике жил. Я говорил, было похоронное служение, не так много людей. Я повторюсь, вы извините меня. И три раза он сидел, Иосиф Бондаренко в тюрьме. Иногда, знаете, процесс, чтобы новым творением стал человек. А иногда проходит мгновенно с людьми, которые из мира приходят. И он был три раза уже в тюрьме сидел. Его хотели, даже с ним расправиться хотели. И вот он в камере сидел, ему подсадили такого плохого человека, очень большой был, сильный, крепкий. Ну, он потом, говорит, он был бандитом, он сам признавался. Это потом человек приехал в церковь туда. И молодежь, наверное, сейчас церковь тоже посетила эту церковь и слушали. И когда этот человек был подброшен к Иосифу, туда в камеру, ну, Слово Божие, за другого Иосифа тоже. А у этого Иосифа Даниловича Бондаренко. Ну, в темнице с Иосифом был Господь. Вы помните эту историю? Сын Иакова. И когда этого грозного человека туда закинули в камеру, то Иосиф, пастор, стал ему свидетельствовать о Святой Христе, о любви его, о новом творении. И, знаете, Господь работал в сердце этого человека, этого могущественного, такого сурового. И что? Его сердце расплавилось. Он совершил покаяние прямо там. И люди, конвоири, смотрели в окно за ним. Что-то он с ним не расправляется. Посмотрели. Они мирно беседуют. Они взяли воды туда, далили. Налили воды. А там еще бетонный пол и воды налили. Знаете, не спать же, тяжело. И этот большой человек ложится в воду и говорит, Иосиф, ложись на меня. Ты поспишь, отдохнешь. Друзья, кто мог подумать так? И это было свидетельство, это не просто я выдумал что-то. Потому что, когда он освободился, этот могучий человек стал верующим, новым творением. Он приехал в церковь, и Иосиф Данилов говорит, выйди, скажи свидетельство. И он вышел, он говорил. И очевидцы свидетели этого. Кто может старой твари сделать такое? Знаете, старая твариня говорит, да я себе, одеяло мне дай, дай мне подушку помягче. Или другие ситуации. Иосиф, я вижу, ты измученный. Я ложусь в воду, а ты на меня. Ты отдохнешь немного. Эти конвоиры, они видели, что не может ничего сделать с ним. И один освободился, и второй. И мы прославили Господа там в церкви. Это были 80-е годы. Слава Богу! Новое творение происходит мгновенно. Бывает с человеком, который пришел из мира, он покаялся, и Господь новое творит в его сердце. У него все поменялось. И лексикон, и слова, и дела, и жизнь, и помыслы новые. Сегодня, друг, проверь себя. И предстоящая неделя. Мы сегодня были на важном служении. Было сегодня хлебопроломление. А неделя продолжается. Еще будет другое время. И как мы ведем себя в разных ситуациях, чтобы мы могли вместе с Господом сказать, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Древняя прошла. Теперь все новое. И сердце новые помыслы, и душа моя нова. Слава Иисусу! Аминь! Молимся! Слава Иисусу! Продолжение следует...